Основы ведения собственного дела изучают жители Петропавловска. Там запустили новые бизнес-проекты. Около ста человек получили поддержку государства. Все они стали участниками программы «Бастау бизнес». А те, кто получил безвозмездный грант на открытие своего дела, расскажет наш собственный корреспондент в регионе Кристина Юсичева. Мечты сбываются. Теперь это девиз многодетной мамы Карлы Гаш Сакиповой. В этом году женщина изучила основы бизнеса и открыла ателье. Собственное дело, которое всегда было в мечтах. На грантовые средства закупила необходимое оборудование для швейного цеха. Сперва я боялась идти, но переборола себя и пошла сдала документы. Мы шьем сейчас в основном той бастар, такия, коржин, хамзолы на казахский той. Берут, заказывают. И делаем сами из фурнитуры украшения. Сейчас мы продаем оптом уже. Нам с Российской Федерации заказывают, с Астаны заказывают, с Качитава заказывают. И местные. Местные люди приходили, прямо обрадовались, что у нас украшения национальные увидели. Говорят, в городе нету. И как бы у нас доступные цены. Открыть дело с поддержкой государства смогла и Клара Разбекова. Теперь она учит детей в собственном центре дополнительного образования. Здесь юные петропавловцы изучают языки, закрепляют школьный материал и делают уроки. Мы открыли этот центр, потому что сейчас родители находятся на работе с утра до вечера. Им не хватает времени, чтобы много уделять внимания своим детям. Также у нас есть специальный урок, где проводится работа по выявлению общих способностей детей. На гранты я приобрела необходимую мебель, а плащевую аренду помещения работают у меня 4 человека. По проекту «Бастау Бизнес» Петропавловский в этом году гранты получили 92 человека. Это молодежь, многодетные матери и жители из социально уязвимой категории. В общей сложности они получили 101 миллион тенге в виде безвозмездного гранта на реализацию своих идей. Основные виды деятельности – это услуги по ремонту автомобилей, услуги салона красоты, услуги по компьютерной вышивке, производство мебели и услуги по перетяжке мебели, производство мёда, улев, производство пищевых продуктов и полуфабрикатов, образовательные, конечно, услуги и прочее. Всего в рамках национального проекта по развитию предпринимательства с начала года обучения основам бизнеса прошли 269 человек.